Всем привет! Привет, дорогие невесты! Сегодня мы с вами поговорим о каменной церемонии. Каменная церемония! Что это такое? Это еще одна из красивейших объединяющих традиций, которые вы можете провести на своей выездной регистрации брака. Смотрите этот выпуск и узнаете все о каменной церемонии. А вот для того, чтобы разобраться с тем, что же такое каменная церемония, нам нужно немножко окунуться в историю. История рассказывает нам, что, согласно преданиям, камень обладает хорошей памятью на события и чувства людей, которые сохраняет на века. А значит, сохранит и ту особенную атмосферу, что будет царить на церемонии в свадебный день, впитает в себя чувства и эмоции, и будет наполнять этой энергией чистой любви ваш дом. То есть дом молодых, куда и будет принесен после выездной регистрации этот камень. Итак, с историей вроде все понятно, мы разобрались, но как же нам теперь воплотить идею в жизнь? Расскажу вам несколько вариантов того, как вы можете провести этот красивый обряд. Во-первых, вам понадобится камень. Здесь решайте сами, либо это будет морской камень, либо это будет природный минерал. Вот если вы выбираете морской камень, то на нем может быть нарисовано или выгравировано ваши инициалы, слоган. Вот я себе даже выписала дата свадьбы, на этом камне даже можно нарисовать рисунок. Или вообще придумать что-то оригинальное в тематику, в концепцию или в стилистику свадебного дня. Что касается природного минерала. Если вы выбираете этот камень, то, как правило, на нем ничего не пишут, не гравируют, потому что он сам по себе самодостаточен. Итак, что касается самого обряда. На свадебной церемонии, как правило, молодожены произносят клятвы вечной любви и верности, положив руки на их общий камень единства. Иногда каменную церемонию называют камнем единства. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Далее. Для сохранения всех чувств и вот этой особенной атмосферы в день свадьбы родителям, друзьям, близким, родственникам, а также всем присутствующим гостям можно выдать по камню, который они будут держать в руках во время вашей свадебной церемонии, мысленно желая счастья, любви и гармонии в семейной жизни. Тем самым мы понимаем, что каменная церемония представляет из себя некий обряд, некий ритуал сохранения энергии, сохранения чувств и эмоций, такого важного, такого особенного дня, как свадебный день. Происходит этот обряд достаточно просто. Во время свадебной церемонии либо выездной регистратор подносит паре этот камень, либо кто-то из присутствующих гостей. Если вы не хотите, чтобы этот камень подносили, вы можете положить его на красивую стойку рядом с собой и во время произнесения клятв просто положить на него руки. Важно понимать, что после церемонии молодожены кладут свой камень-единство в шкатулку для сохранения в своей семье тех чувств, которыми были окружены в день своей свадьбы. Если в этом обряде принимали участие все гости, то все камни собираются в общую шкатулку после церемонии и молодожены сохраняют их в своем доме. Еще раз напомню, что для этого обряда вам понадобится только ваше желание и камень. Если желание есть, то осталось выбрать камень, либо это будет морской камень, либо это будет природный минерал. Что касается природного минерала, здесь достаточно большое разнообразие. Обращайте внимание либо на те минералы, которые соответствуют вашим знаком зодиака, вашей энергетике, либо читайте символ и значение того или иного камня. Вот, например, если вы выберете сердолик, то этот камень принесет вашей семье благополучие. Он сохранит любовь, верность супругов и, конечно, наполнит ваш дом счастьем. Завершая этот выпуск, я бы хотела поделиться своим опытом и рассказать о том, что мы придумывали со своими парами. Я достаточно часто проводила каменную церемонию, особенно она была популярна в 2016-2017 году, и даже несколько раз мне удалось провести каменный обряд в 2018 году. Такие обряды всегда запоминаются, но я бы хотела сегодня вам рассказать об одной церемонии. Она мне запомнилась почему-то особенно, наверное, потому что она проходила на берегу Черного моря, и вот свой камень, свой талисман, напитав любовью, пара запустила в Черное море. Море было рядом, поэтому они сделали этот красивый шаг, этот широкий жест. Но почему же они это сделали? Почему, напитав камень любовью, они отправили его в море, спросите вы? А потому что они хотели вот эту семейную реликвию не просто сохранить у себя в доме, они хотели подарить ее море, чтобы частичка их любви оказалась на море, и чтобы не только этот камень ассоциировался у них со свадьбой, со свадебным днем, чтобы окунал их воспоминания, но и море. Каждый раз, когда бы они оказывались там, они бы вспоминали свой свадебный день и думали, что где-то там, на дне морском, лежит их камень, камень любви. Они, кстати, написали там свои инициалы, а может быть, когда-нибудь кто-нибудь его увидит и найдет. Может быть, через много-много лет, через десятки, а может быть, и через сотни лет. Будет интересно. Но мы уже этого не узнаем. Довольно-таки большой плацдарм для размышлений. Вы можете придумать что-то свое, оригинальное. Я всегда своим парам говорю, идите от себя, что является символичным для вас и чего хотите именно вы. Вот это и привносите на свою свадебную церемонию. Желаю вам прекрасной предсвадебной подготовки и увидимся в следующий четверг. Не забывайте ставить лайки, если есть вопросы, пишите комментарии. Пока-пока!